Удовольствие от его бокса – ноль. Я не сказал бы, что это ограбление. Это тот поединок, где Ломаченко могли бы дать победу. Вадим Фурсов – спортивный журналист, комментатор «Эдиноборс». Скажите, на каких каналах еще вы работаете? Ну, на матче. Ну, иногда меня приглашают там по ПММЭ организации. Скажите, сколько вы уже работаете комментатором «Единоборства»? Ну, именно комментатором. Вообще, я до этого был корреспондентом, журналистом. Но комментатором с 2014 года. Сейчас самая главная тема у нас – это последний бой Ломаченко с Хейни. И вот хотел бы с вами поговорить. Можешь ли ты рассказать вообще об этом бое? Что тебе понравилось, что тебе не понравилось? Вот ты считаешь победителем в этом бою и все об этом бое. Во-первых, я бой смотрел не в прямом эфире. Да, потому что, почему я на это обращаю внимание? Все-таки спектр эмоций, когда ты смотришь поединок напрямую и в записи, пусть даже и целиком, да, все равно ты знаешь результат. Спектр эмоций не тот. Сложно сравнивать. Вот как ты воспринимаешь сам поединок, да, когда ты не знаешь, чем это все закончится. И когда ты уже в курсе, да, результата. Уже даже почитал все гневные комментарии вокруг этого поединка. И только после этого начинаешь смотреть. Я его не видел по профессиональным причинам, потому что этой же ночью у меня был свой турнир. Вот, ну, на днях посмотрел от первого до заключительного раунда. Что я могу сказать? Ну, я, конечно, не профессиональный судья, который сидит возле ринга, да, и подмечает там каждый тонкий нюанс. Но по моим личным наблюдениям, вот по той массе боев, которую я в своей жизни пересмотрел, ну, как правило, да, человек, который постоянно работает первым номером, доминирует, давит, постоянно держит под прессом своего оппонента, набрасывает удары. Ну, даже если он по блокам стучит, да, по защите, но он идет как агрессор, то, как правило, ему руку поднимают. Другой вопрос в том, что, я не знаю, видел ты сам, обращал внимание, там в конце поединка вывешивали статистику ударов. И, если я не ошибаюсь, у Хейни суммарно там было побольше. Вопрос лишь только в уровне ущерба, если с этой точки зрения смотреть. Но, опять же, если абстрагироваться от этих цифр, которыми занимаются судьи, к слову, ты знаешь, как вот в ММА, например, да, зачастую тоже вот смотришь цифры, удары, тейкдауны, различные технические нюансы, и далеко не всегда победу присуждают тому, кто выбросил там больше. Оценивается масса еще других факторов. Что сейчас происходит в боксе с судейством, мне, честно говоря, сложно сказать, но весь этот поединок мне напомнило то, что нередко приходится видеть, знаешь, вот в любительских поединках. В любительском боксе там такое происходит очень часто. То есть один парень доминирует, бьет, а потом бац, выясняется, что он проиграл. То есть, по сути, получается так, что его сопернику для того, чтобы выиграть, просто достаточно не упасть. Ну и вот какое-то такое дежавю, как будто бы я посмотрел любительский поединок олимпийский, да, просто растянутый на 12 раундов. Он, в принципе, сам поединок тоже, да, был такой бой, ну, без каких-то сотрясающих ударов, да, без глубоких нокдаунов. Я не могу сказать, что мне было очень интересно, хотя я с большим уважением отношусь к Василию и к его манере бокса, к его тренингскому штабу. Но большого удовольствия не получил. Но что бы там ни было, абстрагнируясь от моих личных эмоций, сейчас дорогу перейдут. Я считаю, что он победил. Победил единогласным решением, если рассуждать с точки зрения зрителя, который смотрел и не подсчет очков. Крупулезный. Есть ли изменения в боксе Ломаченко, например, вот сейчас и года 3-4 назад? Ты знаешь, я не буду врать, я не анализировал так дотошно его бои. Осенью мне даже доводилось работать на одном из поединков, комментировать. Честно скажу, забыл, с кем он был. Это было, по-моему, в октябре. Ортис. Его отбор. Да, да. Я чего-то такого, какого-то принципиального изменения не заметил. Я тут немножко оправдаюсь, почему я забыл, потому что он был глубокой ночью и приходилось очень сильно себя преодолевать, комментируя этот бой. Просто глаза слепались вообще, там падал, можно сказать. Ну, ничего, вывезли. Я не заметил каких-то принципиальных изменений. Ну, в принципе, он как был боксером высокого уровня, так и остался. Просто, с другой стороны, в его весовой категории возраст достаточно солидный. Вот, нельзя сказать, что это старческий какой-то, да, или пожилой. Но, как мне с дивана кажется, что тут уже вряд ли можно говорить, ну, по объективным факторам, об изменениях. Тут, по-моему, достаточно и важно держать тот уровень, которого, тот потолок, которого уже достиг, чтобы дальше побеждать. Ну, и держаться на плаву в мире профессионального бокса. Ну, что ты можешь сказать о боксере Хэйне? Тебе понравился он? Многие говорят, что он не абсолютный чемпион. Ну, что тут скажешь? Да нет, не понравился. Кстати, удовольствие от его бокса – ноль. Ну, то есть, если Василий, он хотя бы работал, да, то такая контратакующая манера, она может быть эффективная, она приносит плоды, результаты, но она такая, как это правильно сказать, спортивная. Спортивная – спортивная, да, то есть нету зрелища, нету шоу, нету того, за что мы, в принципе, любим и ценим профессиональный бокс. Очень все расчетливо, выверено. То есть это, естественно, имеет место быть, это можно уважать. Но фанатеть от такой манеры ведения поединка вряд ли. То есть меня это не впечатлило, как поклонника единоборств. То, что он добился результата, тут вопросов нет. Считаешь ли ты, вот, как все говорят, ограблением, то, что Лаунченко не дали победу? Да нет, я бы не сказал. Я не сказал бы, что это ограбление. Я скорее склоняюсь к такому варианту, что это тот поединок, где Лаунченко могли бы дать победу. Вот как бы я бы так это охарактеризовал. То есть и что он больше на нее наработал. Ограблением, ну, я бы назвал, если бы, знаешь, как пример привести. Помнишь, давно был бой Проводникова с Брэдли, кажется, да? Да. Вот когда он там уже согнутый был в нокдауне, вот это действительно было ограблением. Здесь же такой бой достаточно близкий, но за счет того, как мне кажется, что Василий работал первым номером, давил и прессинговал, я бы отдал победу ему. Ну, человек стремился, человек работал, человек действовал. Второй просто по большинстве. Да, у него были контр-атаки нормальные, там, контр-панчи, но не знаю, как-то чемпион, который работает таким явным вторым номером, он как-то не воодушевляет зрителя, как мне кажется. Только если ты не его родственник, да, когда тебе, в принципе, все равно, как он боксирует, лишь бы побеждал. Почему, скажем, его потянули, почему оставили, скажем, Хэнни чемпионом? Почему результат мы видели такой? Как ты думаешь? Тут можно выдвигать массу гипотез. Не знаю, у меня не складывалось впечатление, что Василию за океаном, например, относятся как-то предвзято, если рассуждать о такой плоскости. Но можно не исключать, что есть тут какой-то такой холодный, сухой расчет, что если, допустим, Ломаченко не выигрывает явно, не вырубает его просто-напросто, то при более-менее близком поединке как раз-таки симпатизм Хэнни, ну, назовем это так, потому что он моложе, может быть, фан-база у него шире, в Америке тоже, да? Ну, это все из разряда предположений. То есть все-таки Василию, если не ошибаюсь, сколько, 35? Да. Ну, вот, может быть, знаешь, берут в расчет то, что в его весе это достаточно серьезный возраст, что сколько там еще побоксируют, год-два, может быть, с коммерческой точки зрения сложнее будет продавать его бои. Не знаю. Ну, опять же, это я всего лишь предполагаю. Доказать мы ничего не можем. Можем лишь только сидеть и размышлять. Ну, я склоняюсь к такому возможному развитию событий. Много говорят о том, что Боб Арум вообще к нему попадает, и он там всех сливает. И Ломаченко, вот попав к Боб Аруму, продал свою карьеру. Нельзя было ему, короче, связаться с Боб Арумом. Все он сделал против Ломаченко, и вот все в таком духе. Что можешь ты сказать по этому счету? Я могу сказать только одно, что когда любимец чей-то проигрывает, ну, в данном случае Василий, и не в самом очевидном поединке, да, точнее, в поединке, где его поражение было далеко не очевидным, мягко говоря, то люди всегда начинают искать какие-то потусторонние причины. Не тот промоутер, не та команда. Ну, мне это видится, знаешь, из разряда таких досужих домыслов. Ну, знаешь, вот как пример из других единоборств могу привести. Допустим, ну, Петр Ян в ММА проигрывает Стерлингу. Вот. И тут же начинаются комментарии, что надо ехать в Дагестан, подтягивать борьбу, как будто он раньше этим не занимался. И никто не берет в учет, что человек тренируется в Таиланде, где полно пацанов из Дагестана, и где борьбу можно точно так же нарабатывать, не обязательно для этого в Дагестан ехать. Тоже ищут какие-то вот люди, причины, факторы для того, чтобы найти объяснение поражением своего любимца. Здесь в данном случае решили сделать крайним промоутера. Я не настолько глубоко изучал творчество Боба Арума, его работу с боксерами, вот, но это же человек давно на этом рынке работает, вот, и вряд ли бы Василий неосознанно пошел бы к нему, не думаю, что в этом причина, в общем, проще говоря, да, чтобы далеко не ходить. Скорее всего, кто-то, может быть, делает ставку на то, что Хенни будет более продаваемым. Ну, просто для меня с другой стороны загадка, а как его продавать? он же не очень интересный. По крайней мере, если рассуждать из той картины, которую мы видели вот в этом бою с Василием. Еще один вопрос по этой теме. Опять же, все-таки мы сообщаемся, наши какие-то мысли. Маченко проиграл, все его уже все списали. Как ты думаешь, какие у него есть еще варианты, и увидим ли мы его еще? Я не понимаю, почему его надо списывать. Как минимум, год-два, я думаю, он может достойно на высочайшем уровне боксировать. И, в принципе, не нужно посыпать голову пеплом, нужно выступать, нужно доказывать. А списывать был бы смысл, если бы он в каждом поединке падал бы в глухие нокауты, растерял бы координацию, реакцию. Но он же не просил как-то существенно, чтобы его отправлять в отставку. Поэтому, мне кажется, такие выводы преждевременные. я думаю, еще можно боксировать год-два, даже три. Это точно. Ну, есть же у нас примеры живые перед глазами. И Мэйвейзер долго выступал, и Пакеао. Я не имею в виду сейчас его в эти шоу-бои. Ну, в целом-то он достаточно продолжительную карьеру для своего веса провел. То, что там Васю отправляют на пенсию, ну, это, скорее всего, эмоциональный фактор болельщиков. Переживают, расстраиваются, стараются найти массу причин тому, что произошло. Ну, это жизнь, это спорт, но такое бывает. Справедливость далеко не всегда нас сопровождает, в каких бы сферах мы ни работали и ни действовали. Субтитры сделал DimaTorzok